Всем привет! Вы на канале MAF-Инструкции и в этом видео я покажу, как защитить кошелек Ethereum от опасных смарт-контрактов. В качестве примера возьмем кошелек Metamask. Когда вы пользуетесь DeFi проектами, они запрашивают у кошелька разрешение на совершение разных действий со смарт-контрактом. Некоторые проекты просят разовое разрешение на совершение операции. Например, для обмена токенов на Uniswap вы просто подтверждаете одну транзакцию. Некоторые проекты просят разрешить доступ к вашим токенам в неограниченном количестве и в любое время. Это может быть скам, который может списать с вашего кошелька токены, или это может быть крупно известный проект, например, AVE. Для того, чтобы проверить все разрешения, которые вы подтвердили смарт-контрактом, нужно зайти на сайты, которые показывают доступы кошелька. Для примера используем сайт Token Allowance Checker. Ссылка есть в описании видео. Заходим на сайт и присоединяем наш кошелек. Нажимаем на кнопку Check Allowances и ждем обработки. В этом окне отображаются все разрешения, которые вы когда-ли подавали DeFi проектам с этого кошелька. Сейчас мы видим, что наш кошелек выдал два разрешения. Одно на трату стейблкоинов DAI и второе на трату токенов UNI второй версии. Нас интересует вот этот столбик с надписью Allowance. У стейблкоинов DAI в этом столбике написано число 100. Это означает, что проект сможет потратить 100 наших DAI. У UNI написано Unlimited и выделено красным. Это означает, что мы разрешили использовать неограниченное количество токенов UNI второй версии с нашего кошелька. Чем это опасно? Сейчас у нас на балансе нет этих токенов. Но если бы они были, то смарт-контракт смог бы вывести их все, потому что мы сами ему это разрешили. Если это скам, то он может потратить какое-то время для того, чтобы набрать пользовательскую базу и затем в один момент вывести деньги у всех кошельков сразу. А если это крупный и известный проект, насчет которого мы уверены, то все равно остается небольшая вероятность того, что его, например, взломают и испишут все ваши деньги. Поэтому неограниченный доступ лучше не давать никому. Если мы давали доступ давно и уже не помним, что это за проект, то мы можем посмотреть, какому именно смарт-контракту мы выдали разрешение. Мы можем нажать на адрес смарт-контракта и перейти на сайт Etherscan. На нем мы можем посмотреть статистику смарт-контракта и перейти на сайт проекта. Переходим на первый и проверяем, кому мы дали разрешение на 100 StableCoin of DAI. Мы дали разрешение проекту AVE, проект большой, известный, можем оставить разрешение. Переходим на второй и видим, что это Deus Finance. Проект малоизвестный, непонятный, возможно скам. В общем, не уверены в проекте. Для того, чтобы отозвать у этого смарт-контракта разрешение на трату наших токенов, возвращаемся на сайт Token Allowance и нажимаем на синюю кнопку Edit Allowance, которая находится справа. Если мы хотим полностью запретить использование наших токенов, то вводим число 0. Если вы хотите попробовать использовать приложение с небольшим количеством токенов, которые вам не жалко потерять, то можете ввести это небольшое количество. Я же ввожу 0, чтобы отозвать разрешение. Нажимаем на зеленую кнопку и подтверждаем транзакцию в MetaMask. Когда транзакция пройдет, мы можем видеть, что вместо неограниченного количества токенов теперь написано число 0. Это означает, что смарт-контракт этого приложения не сможет взять ни одного токена Unis нашего кошелька. Если вы захотите еще попробовать поработать с этим смарт-контрактом, то он просто заново запросит доступ. И при запросе вы сможете выставить ограничение на количество токенов, так же как и при отмене разрешения. Покажу, как это делать на примере AVE. Мы хотим сделать депозит в стейблкоинах DAI и AVE просит доступ. Смотрим подробности доступа и видим, что по умолчанию тут также написано Unlimited. Если мы хотим ограничить доступ, например, сотней стейблкоинов, то ставим галочку на ручной ввод и пишем сумму. Итак, мы только что запретили смарт-контракту использовать токены с нашего кошелька. Ставьте лайк, если видео было полезным. Если что-то было непонятным, задавайте вопросы в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!